Выживалка в океанических просторах, можно сказать, рафт в виртуальной реальности, потому что именно этой игрой, судя по всему, разработчики и вдохновляли. Разработчики не одни, те же, если что, разные. Можем здесь выбрать похожую локацию, есть Мёртвое море и много ещё других, я смотрю, видимо, стартовая локация или что-то вроде того. Давайте выберем Тёмные волны. При этом игра уже сейчас поддерживает кооператив, то есть вы сможете выживать так же и с друзьями. Поиграть можно как на PC-VR-устройствах, так и на устройствах Oculus Quest. Так, ну это не выглядит как Тёмные волны или что там было написано. Так, ну что ж, мини, давайте разбираться с основными механиками, и они, насколько я понимаю, будут похожи, опять же, на рафт. Так, у нас есть крюк самодельный из фена и вилок с ложками, судя по всему, на быстрый слот мы его устанавливаем. Также здесь уже есть огромное количество рецептов для крафта. Можно и кровать создать, можно проапгрейдить крюк и, естественно, заняться постройкой и апгрейдом своего плота. Так, вот это интересно, аэрдроп какой-то имеется. Так, ну сначала, я полагаю, нужно собрать как можно больше ресурсов с помощью крюка кошки. И всё это автоматически у нас появляется в инвентаре. Даже есть... Есть какое-то топливо. Судя по всему, здесь даже есть симуляция ветра, и можно по... Этой визуальной части определить, в какую сторону дует ветер. Вполне возможно, я смогу даже как-то поймать этот аэрдроп, взорвав шарики. К сожалению, передвигаться здесь, по всей видимости, только с помощью телепорта, это не очень удобно, конечно. Ладно, подождём, подождём пока поближе. Когда этот коробок будет поближе. Рыба, кажется, дохлая. Или она так медленно плывёт. Мне показалось даже, что брюхом кверху уже. Так, тем временем ночь, а я нихрена не собрал. Акула всё ближе и ближе. Она видит, что я беспомощен. Что я бессилен. И рано или поздно нападёт. Блин, что-то крюк не достаёт. Давай. Чуть-чуть не хватает. Буквально... Несколько сантиметров. Да, смотрите, не хватает, блин. Я не знаю, что в такой ситуации делать. Видимо, действительно нужно проапгрейдить, либо проапгрейдить этот крюк, либо какое-то другое устройство. Но всё это бесполезно. Ладно, давайте лутать всевозможные материалы, которые нам понадобятся для крафта. В первую очередь, видимо, было бы неплохо изготовить оружие. И насколько я понимаю, здесь можно опять же передвигаться, перемещаться. Вполне возможно, найдя даже какие-то строения или острова. Пока сложно сказать. Потому что игра находится в раннем доступе. Так, ну ладно, хоть какие-то ресурсы у нас уже есть. Скорее всего, я что-то сделать уже точно смогу. По идее, я должен был быстро увеличить основную площадь. И сообразить, что к чему. Так, барахло какое-то у нас есть. Верёвка, древесина, топливо. А, это пластик. Канистры мы, видимо, используем в качестве пластика. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Проблема в том, что я начинаю уже голодать. И было бы неплохо разобраться с пищей. Сделать гриль. Или что-нибудь вроде этого. Или хотя бы воду кипятить. Нужны пальмовые листья. Короче, мало, мало ещё ресурсов. Надо гораздо больше, чтобы хоть что-нибудь сделать. Ещё один ящик. Я не знаю, как их доставать. Может быть, по таймингу, конечно. Когда он ровно над головой. И надо произвести хороший выстрел. Крюком. И таким образом зацепить. Либо чем-то нужно кидать в шарики. Или стрелять. Не знаю, рогатку какую-то смастерить. Вполне возможно, что этим тоже можно заниматься в этой игре. Так, хватаем пластик. Но выше никак. Вот почти достаёт. Как будто вот здесь вот, когда я прям над головой у меня. Но всё равно этого недостаточно. Я только теряю зря время. Так что давайте продолжать собирать листву, ветки. Перезакидывая постоянно. Как удочку. Так, ну акулы действительно всё ближе и ближе. Но ещё страшно. Скоро мы сможем наконец-то кипятить воду. И сможем мы это сделать прямо сейчас. Крафт. Теперь надо как-то установить. Как это сделать. Ага. Всё, есть. У нас есть костёр. Теперь нужна кружечка. Пустая кружка из пластика. Ёмкость автоматически заполняется. Огонь автоматически создаётся. Возводится. Слава богам. И теперь... Да, у нас есть водичка. Отлично. Жажда меня уже мучает. Ну, ваше здоровье, дамы и господа. За выживание. Вот это кайф. Так, и снова возвращаем. Раз всё автоматически делается, тогда это вообще замечательно. Всё, теперь нужно разбираться с едой. Срочно, во-первых, этот кукс мы уберём. Пластик тоже забираем. Сейчас сделаем удочку. Наконец-то будем ловить рыбу. И, скорее всего, потребуется именно гриль для того, чтобы её приготовить. К сожалению, этот костёр по каким-то причинам использовать мы не сможем. Так, ладно, давайте посмотрим, что нам необходимо. Для гриля нам не хватает верёвки. И также скотч изолента нужна. Видимо, она как-то отдельно крафтится. Да, действительно, смотрите, рогатка также есть. Верёвка и пластик. Нам необходима. И тогда мы сможем забивать аэрдропы. Возможно, кучу ресурсов всевозможных получать. И вдруг потом мы сможем сделать уже... Хотя, смотрите, здесь скраб тряпается. В принципе, не так много времени пройдёт, когда мы сможем сделать уже парус какой-то и передвигаться. Но вообще, было бы сначала здорово увеличить площадь именно. Так, верёвка создаётся отдельно. Гвозди. А где... Где что мне там необходимо было? Где изолента? Пока не очень понятно. Я не вижу здесь изоленты. В ресурсах нет изолента, только гвозди. Не знаю, может быть, как-то изоленту можно отдельно обнаружить. Так, ладно, нам в любом случае нужно как можно больше ресурсов. Так что ултаем бочки. В них больше всего ресурсов. Вот жалко, что канистра сама не ултается. Но она прошла сквозь... Сквозь мой плод. Какого чёрта? Она в нём не застряла. Скорее всего, можно какие-то ловушки из сети, наверное, сделать. Хотя я там такого ничего подобного не обнаруживал. Так, ладно, верёвка там уже есть. Вроде как и в достаточном количестве. Но вот где взять изоленту, пока не очень понятно. Может быть, в одной из бочек мы найдём изоленту. Так, проверяем. Это мы убираем. На едах гриль. Да, вот не хватает изоленты. Но я либо долблюсь в глаза, либо её здесь всё-таки нет. Можно сделать ящик, заборы всевозможные, флажки. Так, а это что у нас? А, да это просто аквариум для рыбки. Здорово. Так, ладно, сырую рыбу, скорее всего, я съесть не смогу. Давайте попробуем сделать рогатку. Может быть, изолента именно в этих ящиках. Потому что других предположений пока что у меня нет. Так что мы делаем ещё верёвку. Вроде две верёвки нам не хватает. Но затем мы переходим в раздел инструменты и делаем рогатку. Рогатка помещается сюда. А, кстати, у меня перец есть и картошка есть. Перец, может, я сырым смогу съесть? Ну-ка. Твою мать, он вывалился. Надеюсь, не траванусь. В конце концов, это просто перец. Надо было его посадить, конечно, но нет времени, иначе я с голоду помыл. Так, теперь у меня есть рогатка. А нужны ли какие-то камешки? Судя по всему, да. Это уже не очень здорово. Но отдельно их как-то можно создавать. А, вот амниция, да, действительно, пластика не хватает. Десять пластика. Ну, не знаю, может быть, амниция будет бесконечная. Так, ладно, это не очень здорово. Но, по крайней мере, мы перекусили. По крайней мере, мы перекусили. Так что, вполне возможно, всё у нас наладится. Теперь нужно лутать пластик в огромном просто количестве. А он уплывает от меня постоянно. В бочках, вроде как, пластика вообще не было. Его нужно именно отдельно находить. Ладно, пока лутаем всё подряд. Пластика не так много, а нам нужно десять единиц. Это что, звезда? Да, похоже, здесь квадратные звёзды. Эти звёзды напоминают мне о Майнкрафте. Хотя в бочках всё-таки попадается пластик. Так что, нафармить мы сможем довольно быстро. Надеюсь, у меня будет везти. Уже где-то в районе пяти пластика у меня точно есть. Может быть, даже шесть. Да, шесть из десяти. У нас осталось совсем немного. Пару бочек. И пару канистр. И мы наконец-то сможем жарить рыбу. Я опять проголодался. На этот раз перца у меня нет. У меня есть сырой картофель. Но вот не знаю, стоит ли им питаться. Вполне возможно, какое-то время на сыром картофеле я, конечно, смогу продержаться. Костёр почему-то использовать нельзя для запекания картофеля. Так, всё. Можем сделать амуницию. Есть. Двадцать всего лишь штучек. Но зато всё автоматически применяется. Ну, этого нам должно хватить, если я, конечно, буду метко стрелять. Так что давайте будем подпускать эти ящики максимально близко. Чтобы не тратить попросту амуницию. А пока всё-таки продолжим собирать лут в виде пластика. Пластик, похоже, ценный ресурс. Неудивительно, что весь океан в пластике. Удивительно, что рыба ещё живая. И в этом пластике не застряла. В бутылках. И ещё в каком-нибудь камне. Так, вот эту бочку мы забираем. И надо срочно уже что-то решать с едой. Я надеюсь, что изоленту мы там найдём. В этом ящике. Так, ну что, давайте попробуем. Так, неплохой выстрел. И там что-то интересное, которое уплывает от нас. Хотя ветер вроде как в мою сторону дует. Но, видимо, ничего сделать мы с течением не можем. Так, ладно. Будем иметь в виду, что всё-таки над головой прямо надо разбивать. Да, кстати, мне получше. Один ещё оставлю. Ой, и я кукурузу нашёл. Отлично. Так, в таком случае охлебнём ещё водички. Благо с водой у нас проблем теперь никаких никогда не будет. У нас бесконечный огонь, дарован нам богами. Так, ну а пока можно продолжать лутать. Верёвка нам ещё понадобится в дальнейшем. Можно, в принципе, наверное, начинать уже строительство. Скорее всего, мне хватит дерева для того, чтобы поставить ещё один фундамент, ещё один плод. Так, плавающий. Да, смотрите, здесь всего лишь два пластика и два дерева. Сейчас посмотрим, как это работает. Ну, вроде прекрасно. В таком случае ещё сделаем. Расширяем территорию. Так, теперь можно не бояться, хотя и до этого я особо не боялся, учитывая то, что акула везёт себя пассивно. Может быть, это локация для новичков. Так, эту бочку я уже не достану. О, здесь сразу две бочки. И сейчас ещё попробуем, наконец-то, сбить в нормальном месте, чтобы я сумел дотянуться. Хотя бы крюком достать. Ну, скорее всего, изолента именно там. Но, как мы выяснили, продержаться и так можно, лутая бочки. И получая какие-то сырые овощи и прочее, прочее. Так, ну, надо как-то здесь подбивать. Так, есть, и быстренько... Пока не снесло. Цепанул. Так, что это? О, изолента. Аллилуйя, господа. Аллилуйя. Так, а теперь... Изоленту мы берём и помещаем никуда, потому что нет места. А в руку я могу. Ладно, неважно. Давайте... Кинем пока что картошку. Это мы... Кладём сюда. Не очень удобный инвентарь, честно говоря. Так, и теперь мы обязательно делаем гриль. Но для гриля нам не хватает верёвки. Две штуки. Так, всё, гриль есть. По идее, овощи я тоже на нём жарить могу. Давайте поближе. Так, шикарно. Теперь берём картофель. На разделочную досочку. Видимо, это так не работает. Так. А, сначала доски. Обязательно нужно использовать доски. Окей, берём доски. Чё-то мне совсем плохо. Придётся есть сейчас картошку, видимо. Так, кладём картофель. Блин, может всё-таки надо нарезать. Чё-то ни хрена он не нарезается. И не готовится. Да, надо, короче, съесть. Я сейчас сдох. И попить водички, запить. В конце концов, у меня вон там ещё что-то валяется. Я сдох. И, кстати, у меня аптечка всё это время была. Я не знаю. Я ещё могу двигать руками. Предсмертные конвульсии, похоже. Так, ну и, собственно, здесь есть возрождение. Судя по всему, через 90 секунд я всё-таки зареспаунись. Мне не придётся начинать заново. Пока мы можем насладиться анимацией разделки рыбы. Видимо, овощи всё-таки резать нельзя. Именно только рыбу готовить. Может, овощи вообще готовить нельзя? Что странно, конечно. То есть, если вы сдохли, у вас есть два варианта. Если вы играете не один, то вы ждёте, пока ваш напарник не воспользуется этой аптечкой, которая вывалилась. А если у вас нет напарника и вы в одиночестве, то вам придётся какое-то время ждать, чтобы зареспауниться. Ну, и вы всегда можете начать с самого начала. Что ж, господа, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Продолжение следует...